привет дорогие друзья подписчики гости нашего канала я готовлю себе завтрак время уже 25 10 пора бы и поесть на завтрак не знаю что готовить мне так хотелось колбаски я чуть вчера не купила себе колбасу но переборола не стала заходить думаю не буду брать колбасу у меня есть сыр хлеб ржавной сейчас чего-нибудь себе приготовлю вчера также себе готовила только яйцами заливал этот хлеб а сейчас вот наверное просто поджарю и сверху не знаешь чего готовить хочется вреднятины нет не буду девчонки хочу вас поблагодарить за поздравление очень приятно поздравляли нашему папу спасибо всем огромное что не забыли наши постоянные девочки я была конечно прямо шоке можно сказать говорю с утреца леночка соловьева поздравила наташа там тоже поздравила это натус монтана ирме и валентина и вот пошли пошли девчонки поддержали другие тоже очень спасибо вам большое прям приятно приятно я говорю в этом году как никогда девчонки запомнили ну и поздравили папу очень приятно девочки и вообще я говорю как хорошо что что вы у меня есть даете дельные советы что-то я вам там подскажу очень очень приятно знаете как вот вчера иду на работу знаете что так думаю думаю вот подсказали то там юша тоже тоже поздравляла гак валенко она мне подсказывают тоже про рассаду просим я на ее вы там многие подсказывайте но вот тем и больше как бы есть девчонки которые постоянно постоянно же пишут вот и у я их уже просто запомнила кто чаще пишет вон кто часто пишет в литин на там еще одна валентина две валентины которые постоянно и тоже зритель с пишут Ну, очень много, девчонки, я многих вас уже запомнила, и Ракушка, и Полина, и много-много можно перечислять, знаете, девочки, много-много, которые пишут, спасибо вам огромное за обратную связь, вот, я, если сразу не отвечаю, бывает же, на работе мне некогда, просто некогда отвечать, ну, стараюсь, вот, например, сегодня уже ответила на вчерашние комментарии, пока вас не так уж еще много, стараюсь все равно ответить. Ну, вот, потом, что еще хотела сказать, а, я выстроила, девочки, лечилась, ну, знаете, у меня осложнение на уши же пошло, я никогда в жизни не знала, что такое уши, я же говорю, глотаю воду, например, теплую, холодную, реагирует вот это место и отдает в уши, вот, ну, вот, немножко давлю, там, как бы слегка еще больно, надо сейчас опять, в общем, знаете, чудо-средство, ну, я, конечно, лечилась же, я полностью противовирусная, я же антибиотики начала пить, ну, знаете, вот, борный, борный три раза в день и сразу прям легче, борный кислота спиртовая, ну, мне, ну, давно же клиенты берут, просто мне никогда уши не болели, ну, я как-то, знаете, думаю, да, ну, что там с нее, да, вот, лучше капли взять, обезболивающие какие-нибудь, нет, очень хорошее дешевое средство, прелесть, 55 рублей, по-моему, у нас стоит, вот это борное, так что, девочки, на заметку, у кого, если не дай бог, стреляют уши, но самое главное, чтобы с ушей не выделялось ничего, ну, типа сокровицы, гной, там, или что-то, вот тогда нельзя, девчонки, перфорация, может быть, перепонки барабанной, поэтому не все, там, только капли можно на водяной основе, на водной, вот, я не буду говорить, какие, если кому-то интересно, я могу сказать, ну, вот, одни могу сказать, а тофа есть капли, они на водной основе, вот, их можно, а вот остальные, многие капли, там, всегда смотрите, чтобы с уха ничего не выделялось, потому что не все фармацевты спрашивают, например, вот так вот, да, потому что приходили люди и говорили, когда начинаешь разговаривать, оказывается, им никто даже и не подсказал, что, оказывается, нельзя им, ну, вот так, девчонки, но вчера, ни с того, ни с сего, меня затошнило на работе, я вообще говорю, я не знаю, что такое, вы знаете, такая тошнота, я ничего особенного не ела, как обычное питание у меня, такая тошнота, голова кружится, я не могу работать, думаю, да что такое, вообще, вот, знаете, ни с того, ни с сего, я терпеть не могу, вот такое вот состояние, знаете, вы даже не знаете, что с вами, от чего у вас, Ну, я выпила при поджелудочной таблетке, значит, я выпила, ну, у меня были сорбенты кое-какие, нифига не помогли мне. Знаете, что я потом выпила? Сейчас я вам скажу, девочки. Так, я выпила полисорб. Ну, это вообще такое средство, он не раз нас спасал, полисорб, именно когда вот ротовирусная была. Я не знаю, может быть, у меня это ротовирусная инфекция, потому что, знаете, что? Главное, вообще, тошнота непонятная. Вот мы спасались им, я вчера на работе сразу беру маленькую баночку. Ой, девчонки, 150 рублей, по-моему, что ли, ну, здесь 12 грамм всего, но у меня дома большая будья такая стоит, целая банка. Я еще Андрея на работу отсыпала, по-моему, даже детям давала, отсыпала тоже. Еще там полно. Мы когда ковидом болели, я покупала тогда, после всех лекарств пропивала. Взяла, выпила, вот там по весу выше 60 килограмм, 2 столовые ложки с бугром выпила на стакан воды. Вы не представляете, там не на стакан, там даже на 100, на 150 миллилитров, но я бокал налила. Выпила, прям чувствую, в течение часа легче, легче, легче. Все, одного раза хватило, полисорб, в аптечку возьмите, алкогольные интоксикации, на гулянке куда-то, после гулянки, вдруг кто-то выпил, мужики у вас там, что-то, да, не очень хорошо. Аллергия, вы знаете, даже диарея, там очень много показаний. Ну, конечно, противопоказания, там хронические стадии обострения нельзя, там, если, например, какая-нибудь язвенная какая-нибудь болезнь, или там колиты, может быть, вот это, да, там, читать надо. Но это безрецептурный препарат, и в аптечке надо, лето, скоро, аллергия. Это сорбент, выводят аллергены, токсины, яды, все на свете с организма. Вот, вот такая вещь, вот спасаюсь, девчонки. Все, хлебушек мой готов. Я обычно горячие бутерброды делаю, знаете, на этом, в микроволновке, а это что-то я захотела, знаете, я люблю хлеб хрустящий. Ну, конечно, там мне уже писали, когда я готовила этот раз, помните, тоже жарила, мне тогда сказали, ой, это, вреднятина же, Наташа, ну да, вреднятина, дерзкий. Ну, хочется, вреднятина, хочется, что говорить, все мы люди, все мы уходим от этого иногда, от правильного питания. Ну, вот, хочу, кофе тоже хочу, можно было пенку сделать, но не хочу сейчас возиться, у меня дел столько, знаете. Сегодня же еще к родителям идти, мама с папой нас пригласили же, вчера я работала, у папы день рождения было, вчера я работала. Вот, сегодня мы идем все к родителям, к родителям пойдем, ну, вот так вот и отметим папиной день рождения. Ой, не знаю, снимать буду, нет, ну, короче, я, может быть, пораньше приду, приду пораньше, пообщаемся немножко с родителями, а потом придут Катя с Лешей. Поэтому не хочу сестру с зятем снимать, они не хотят, я бы их прям с удовольствием сняла бы, но не хотят. Ну, вот, потом, что еще хотела сказать? А, девчонки, что хотела сказать? Тоже вот пила, знаете, витамин D, я вам забыла сказать, что я еще пила витамин D жидкий. Вот, сейчас-то солнышко пойдет, сейчас, может быть, и не нужно, но вот я пила его, да, вот, когда вот коллаген, и вот его еще пила, вот это, так вот Детрим пила. Вот, ну, если, знаете, вообще там по капле написано, но, знаете, назначают период климакса, у нас приходят, приезжают от докторов, например, там, у кого суставы все болят, там, например, разрушается же, что ж климакс, вот эти вот гормональные изменения, назначают по пять капель даже врачи, а некоторые больше. Ну, вот, я пять капель пила. Сейчас пока не пью, я говорю, я бросила все, у меня вчера затошнило, я говорю, все, ша, ни одной таблетки, хватит. Пока ничего вообще пить не буду, ну, уже хватит организма моему бедному, че ж заболела, я то одно, то другое, то третье, не знаю, чего, может, даже от таблеток. Ну, вот, девочки, че еще хотела вам сказать? А, хотела сказать про капусту. Говорят, что капуста какая-то не такая получается именно с морозилки. Девчонки, у всех по-разному, наверное, вкус у всех по-разному, мне она прям показалась нормальной. Вот еще надо Андрея накормить, че он скажет. Ну, сколько людей, столько мнений и вкусов у всех разный. Поэтому я вот че хочу сказать, что, может быть, они говорят, что она получается какой-то привкус, что ли. Нет, она получилась, вот для меня она как просто вареная капуста, ну, вот как мы обшпариваем. Но у меня никогда не получалось, знаете, чтобы вот отрезать, я мучилась вечно. А в этой кастрюле она всплывает и не получается. В микроволновке вечно то качан большой, то еще что-то. Вот так всегда проблема, не влазит она туда. Ну вот, еще истории хотели послушать про домовые, девчонки. Я вам сейчас просто, я не знаю, сейчас расскажу. Давайте пойдемте туда, то вы у меня опять стоите в раковине. Так, ну что, я говорю, некоторые девчонки писали, что не верят в эти невещественные, не верят ни в домовых. Знаете, ну все по-разному, конечно. Но я хочу сразу сказать, что я на учете в психбольнице не стою и не стояла. Тогда мы были молодые, когда это с нами случилось, все это. Вот. Практически после свадьбы все произошло. И вот знаете, когда это все происходило, происходило, вот я все это связываю именно когда я беременела. И жили мы у родителей, у Андрея. Родители ушли к бабушке, а нам дали квартиру. И мы, значит, жили двухкомнатная квартира, ну вот так. И вот это все происходило, знаете, именно вот я всегда, я же была три раза беременная, да, три раза. Пытались мы родить-то все, это Коль-то у нас третий раз уже получился, с третьего раза. Ну вот. И получается как? Вот мы поженились. И через какое-то время, перед тем, как мне забеременеть, ну, в общем, спим. И здесь вдруг мне просыпаюсь от того, что мне тяжело. Кто-то на меня завалился. Вот прям чувствую такую тяжесть какую-то. И боковым зрением вижу, что спит Андрей рядом, а между нами образ еще как у Андрея сидит. Я понимаю, что это не Андрей, и не могу ничего пошевелиться, не могу ничего сказать. И здесь Андрею... А, и здесь я вспоминаю, ну, были молодые, молитвы не знали, почитать молитвы. Я... Надо послать. Ну, девчонки, может быть, кто-то помнит, что так говорили, надо вот. Но я не могу ни языком пошевелить ничего. И как мысленно, мысленно, мысленно я вот это посылаю. Мысленно посылаю, потом, значит, все отошло сразу у меня, все мне легче. Я быстрее к Андрею говорю, мне страшный сон приснился, я ему не говорю, а утром ему все это рассказываю. Он, да ладно, я здесь всю жизнь живу, в квартире ни разу никогда у меня этого не было. Я говорю, не знаю ничего. Родителям потом, мать говорит, никогда ничего не было, нет, нет, нет. Ну, в общем, как, принесли чертополох, потом мы, значит, котенка завели. Говорю, надо котенка, чертополох и все такое. Здесь я беременю, беременю я. И тоже перед родами, перед родами... Перед моими родами, перед первыми. У нас тоже получается как перед родами. В общем, ладно, три раз, вот несколько раз нас смотал. Вот один раз это случилось, так. Второй раз получается как я посылаю Андрея в магазин. Это была осень, да, это второй раз. Я Андрея посылаю в магазин, купи яблоки. Он пошел за яблоками, приходит, принес яблоки. Ну, и здесь я как раз с прихожки убиралась. Он говорит, пойду я к другу схожу. Я говорю, ну ладно, я беру этот пакет, значит, с яблоками, кладу в раковину, кладу в раковину. Все, пошла, убрала здесь прихожки, пошла, значит, белье снять. Сняла белье, принесла. Яблоки у меня еще лежат в раковине. Пакет, думаю, сейчас я перемою, сложу вазу. Ну, и пошла гладить. Начала гладить белье, девочки, поворачиваюсь. Вот не думайте, все, чокнутое. Я поворачиваюсь, я яблок не брала, лежит на полотенце, вот я в обычном глазу, простыни, пододеяльники и полотенце. Поворачиваюсь, на полотенце лежит яблоко. Ну, полотенце или простынь, там, что, я уже не помню. Обгрызок от яблока. Представляете? Вот и я, я чуть с ума не сошла. Вот так. Я встаю и не пойму, думаю, откуда он мог взяться. Жили мы с ним вдвоем. Он ушел к другу, его еще не было. Вот так. Пришла на работу, девчонки говорят, надо было на улицу выйти, повернуться, кинуть, там, что-то сказать. Ну, я взяла яблоко и говорю, ну, Кузя, ты шутишь опять со мной. Вот так, уже разговаривала с домовым, со своим. Потому что это уже был второй раз. Ага. Потом, значит, у нас было, как-то Андрей, значит, это вечером, я тоже в училище училась. И сижу, учу в спальне. А у нас квартира была у глава, и в квартире как бы холодно, в спальне было. И отец, царство небесное, свекор, он сделал в углу, как дырочку такую. Ну, это делали еще в советское время. Вот он сделал так, и как бы тепло, чтобы шло с кухни, тепло. И газ включали, обогревались. Ну, квартира очень холодная была. И вот, значит, я сижу, учу. У меня здесь, значит, светильник горит. Андрей в туалете был. Сижу, учу, а на кухне пинал. В пинале на дверке сидел, висело, сидел, говорю, висело пельменица железная. Помните, железная пельменица. Ну, вот сижу, учу, Андрей там, значит, сидит. У нас тишина. Вдруг открывается пинал, и пельменица эта стучит. У меня шок. Я только, Андрей! Он дверь открывает. Я слышу. Он. И в это время висела посуда, сушилка для посуды, вот эти железные, как раньше, помните, алюминиевая была. Она так, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, тарелки. Это вообще, вы представляете? Вот он над нами шутил, вообще ужасно шутил. Перед выкидышем тоже был случай. Второй был, это у нас, родила я мертвого ребенка. Рожденный умерший родился, вот этот дымовой мотал у нас. Второй раз перед выкидышем. Нет, еще был случай. Еще был случай. Значит, мы сидели в зале, смотрели, знаете, тогда был фестиваль, посвященный, ну, как бы против аборта, там что-то вот связано с этим. И вот у нас сервант, дверка. Из дверки оттуда такой, стук такой из дверки. Мы вдвоем переглянулись с Андреем. Ладно. Потом еще один раз. На третьем этаже. Ну, это мы так подумали, может быть, это, может быть, кто-то снежком в окно кинул. Вот, знаете, зима была, такое ощущение, прям кто-то снежком кинул в окно. Но мы глянули, вот представляете, вообще ни потек от снежка не было, ничего. Но явный удар, мы жили на третьем этаже. Вот, ну, это может быть, конечно, мало ли что-то, но вдвоем мы слышали. Потом случай еще был. Ой, какой еще-то случай был. Что-то я хотела сказать, мысли я ушла. Так, какой же еще-то случай был. Это вот так, это так был. Перед выкидышем что было. Ну, в общем, вот так вот он нас мотал, 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 ужасно мотал. И перед выкидышем тоже вот этот случай. Или вот он это. А знаете, еще-еще? Вот этот случай я вообще не пойму. Прятал от меня, я один раз, знаете, беременная была и пошла, в общем, двое трусишек у меня пропали. Представляешь, двое трусишек, именно которые вот повыше, которые тоже мы недели, там, коротенькие носили. А это высокие двое трусов. Вы знаете, я спать легла в обед, проснулась, я не могла носить трусы, я до сих пор их не нашла. Я не знаю, где их потеряла. Трусы эти двое новых. Только купила, положила, я их вообще не нашла. Но это ладно, не важно. Это я уже думаю, может быть, ну, в общем, я не знаю, что это такое было. Вот. Ну и, вот знаете, и почему-то у меня связывается с тем, что я думаю, может быть, он не хотел ребенка вот этого в доме еще вот нашего. Я не знаю, что. Может, потом, когда мы переехали уже в общежитие, переехали, я забеременевала Колей. Я была беременная месяцев пять или четыре. Пришла я с работы, суток пришла, и, знаете, легла спать. Легла спать, и вот здесь у нас романтика, магнитофон стоял большой такой, бобинный, в комнате. И я сплю, только задремала, задремала. И вот здесь, как будто бы на этом месте, вот, знаете, вот здесь кто-то вот так вот. Ах, да так вот, знаете, хорошо с облегчением. Вы знаете, мне так хорошо стало, я проснулась, как очнулась так сразу. На душе так, знаете, такая радость на душе. Я маме рассказываю, мама говорит, вот попомни, родишь, будет все хорошо. Вот так и вышло. Больше мне домовой не мотал. А после первого раза, девочки, вот не говорите, что их нет. Или там, что ничего помимо нас такого не существует. Не надо никогда говорить. Я вам сейчас расскажу, когда я Андрею сказала. Я ему сказала, он такой говорит, первый раз, когда вот ночью-то меня, взвалился на меня. Андрей, ой, ладно, никогда такого не было, мы сколько лет здесь живем. Мы пошли к родителям и остались у них ночевать. И тогда, как раз, помните, была песня 90-х, вот это все показывали. Я легла, я сидела, смотрела до вечера, там что-то, до скольки-то, до 12, что ли, она была, или 12, я уж не помню, передача. Андрей спать пошел, а я все рассмотрела, ой, сидела, смотрела в зале у родителей. А у меня в спальне кровать наша была, диван, и в зале вот такой плакат висел, с девушкой тогда модно было. И вот в этом месте стена. Я только захожу, вот это посмотрела передачу, захожу, Андрей кряхтит, хочет вот прям слово сказать что-то, и не может вот так вот, не пошевелиться ничего. Я его растолкала, разбудила, господи, хорошо ты меня разбудила, говорит, я домовой тащил, говорит, за голову, и туда, вот там, на том месте, за голову тащил домовой. А у нас домовой в доме тоже был, я просыпалась сколько раз, у меня как будто вот три пальца за грудь, как будто меня кто-то брал, у меня три пальца на груди было, меня никто никогда за грудь не хватало, не брал. Просыпалась, у меня три пальца были, прям вот знаете, три синяка, три синяка, три пальца, говорю, вот как от трех пальцев, знаете, вот так берут. Почему-то вот три пальца у меня здесь было, на груди было, это вот мы там у родителей. Вот так вот, так что, девочки, есть все это, есть. Вот, здесь у нас квартира, она освещенная, здесь у нас и иконки стоят, значит, везде, вот на кухне нет, в зале есть, в прихожке и в спальне мы, когда сюда переехали, когда клеили обои, я на место все это поставила. Но когда мы переехали сюда с общежития, в общежитии у меня один раз случай был, но я так думаю, знаете, как-то это непонятно, я думаю, может быть, это сердце схватывало, что-то вот как-то было такое, даже, даже про это говорить не буду, нет, в общежитии было все нормально. А вот здесь, здесь, слава богу, ничего тоже хорошо, ну, как бы первые дни я побаивалась, но когда мы покупали квартиру, я рассказывала, тогда даже похудела, и я переживала, что здесь, здесь вообще не освещается. Там мы когда жили, у нас как-то общежитие так стояло, пятиэтажное здание, и свет всегда в комнате светло было, здесь темень такая была, я потом, мы купили вот эти вот светильнички, которые в розетку втыкаются, и при, когда, ну, как бы сумерки, она автоматически загорается, я вот включала прихожки, а потом привыкла, ничего, и знаете, я когда сюда переехала, и особенно неделю или с лишним, вы не представляете, как я спала, я спала, как младенец, наверное, я ничего, я вообще снов не видела, я спала просто, я даже объяснить вам не могу, я в таком умиротворении, это было вообще что-то, мне так нравилось, я говорю, наверное, это квартира наша, а потом вот эти вот, может быть, она здесь освещенная, или что-то, ну, может быть, и домовой есть, конечно, я домового звала с собой, всегда, везде звала с собой, и я думаю, что он у нас должен быть, и как бы, просто вот он, может быть, меня, ну, вот там не любил просто, а здесь у нас, может быть, ну, и должен быть свой, ну, вот такая вот история, девчонки, ой, ну, вот кто, у кого истории были с людьми, они знают, что такое есть, и вещи сны есть, я вам расскажу про вещи сны, но они не хорошие сны, которые мне снились, и они сбывались, я потом вам расскажу тоже, девчонки, если хотите, конечно, пишите, ну, вот, ну, вот и всё, видео на этом закончу, потому что к родителям, если пойду там поснимаю, вот, ну, а попозже там уже расскажу уже другие сны вам, ну, вот, холодец, да, ещё хочу, девчонки, сразу сейчас сказать про холодец, спрашивали меня, как я добавляла желатин, желатин добавляла как, чуть-чуть остудила бульон, развела туда, ну, брала три пакета, там они по 10 грамм, ну, сколько бульона, вот в эту кастрюлю вы видели, ну, наверное, полкастрюли было, что ли, у меня бульона, мало было бульона, надо было побольше, побольше хотелось холодца сделать, но пришлось побольше мяса, потому что Коля, он любит побольше дрожалки, вот это, чтобы было, ну, вот, ну, как бы вот так, вот такой мой завтрак, уже остыл, сыр чуть не позеленел, сейчас буду завтракать, кто со мной завтракает, всем приятного аппетита, ну, всё, друзья, всем пока-пока, до новых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока.